Девушки отдыхают Девушки отдыхают Многие песни, которые сегодня прозвучали Они не были просто так на ровном месте Что человеку нечего было делать А сочиню-ка я песню Все эти песни, я думаю, что больше их часть Они выстраданы Выстраданы перед Богом Раз Кстати, иногда это надо делать Приблизительно в середине собрания Когда уже идет такое утомление Мы же все сидим, слушаем и назидаемся Иногда вот такой бзык Это даже трюк в проповедях Но специально, чтобы не спали Слушающие Иногда что-то делается вот такое аховое И люди просыпаются И начинают дальше внимать К тому, чему говорит Господь Да Многие эти песни, они были выстраданы Поделюсь также собой Я также пишу песни И они никогда не рождаются Просто мне захотелось придумать стих И на него положить музыку Оно происходит Вся моя семья знает Если проблемы Следом идет песня Ну вот так оно как-то рождается Я не знаю почему Но как-то у Бога такой принцип Но не об этом я хотел говорить Знаете Все это было написано в нем Во Христе Иисусе Они не были написаны просто авторами Потому что это красивая музыка И такие, но очень впечатлительные слова Они были написаны в Господе Человек, который писал Он был в Господе Последнюю песню, которую я пел Я, агнест твой, беззащитный К сожалению, скажу Я еще могу позащищаться К сожалению Почему? Потому что мы сталкиваемся Не просто с жизнью во Христе А жизнью, в которой Бог нас опускает в различные испытания Он хочет добиться своего И сделать из нас Отборное, чистое золото Давайте вместе с вами Откроем местописание Филиппийцам Третья глава с первого стиха Филиппийцам Третья глава с первого стиха Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе Писать вам о том Писать вам о том же для меня не тягостно А для вас назидательно Берегитесь псов Берегитесь злых делателей Берегитесь обрезания Потому что обрезания мы Служащие Богу Духом И хвалящиеся Христом Иисусом И на плоть надеющиеся Хотя я могу надеяться и на плоть Если кто другой Думает надеяться на плоть То более я Обрезанный восьмой день Из рода Израилева Колено Бениаминова Еврея от евреев По учению фарисей По ревности гонитель Церкви Божьей По правде законной и непорочной Но что для меня было преимуществом То ради Христа я почел счетою Да и все почитаю счетою Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего Для него я от всего отказался И все почитаю за ссор Чтобы приобресть Христа И найти с Нем не со своей праведностью Которая от закона Но с тою, которая через веру Во Христа с праведностью от Бога по вере Чтобы познать Его И силу воскресения Его И участие в страданиях Его Сообразуясь смертью Его Чтобы достигнуть воскресения мертвых Если вы обратили внимание Что Павел не хочет Своей праведностью по закону Как-то оправдываться перед Богом Хотя говорит, что по плоти я могу Он хочет найтись Не со своей праведностью Но так, что по вере Во Христа Иисуса И Он хочет найтись в Нем А не в своих делах Он хочет полностью Постигнуть Его И силу воскресения Его Вот знаете, вот эти все перечисления Десятого стиха Они идут Ну, как бы Кто знает силу воскресения Его? Это не просто какой-то Совершившийся факт Который мы услышали, что Христос воскрес И верующие в Него тоже воскреснут Павел говорит о том, что это надо познавать Познать просто из Писания не получится Если ты хочешь познать силу В воскресении Его Сообразуясь Также иметь участие в страданиях Его Тогда ты поймешь Помните, даже когда Христос говорит о том, что О наследии В римлянах Чтобы с Ним и прославиться Что надо с Ним? Так же и страдать По-другому не получится А зачем страдать? Достаточно только верить Но надо и страдать Господь Он хочет, чтобы Каждый из нас Познал Бога Не просто из Священного Писания А познал его практической своей жизнью Священное Писание Это достаточно сильная и мощная теория Но в практике Мы видим тех, кто уже Я не знаю больше Я 14 лет с Господом И каждый день я убеждаюсь Что я просто никчемный И мне очень тяжело И слава Богу, что Господь это начал открывать Потому что в своей никчемности И в своей вот Ну В своем бессилии Я могу У меня есть кому прийти И Могу открыто сказать Что я Защищен только Богом И могу в своем Бессилии И незащищенности Прийти к Богу Надеясь полностью на Него Просто Ну Жить Вы знаете Когда ты Уже с Господом 14 лет Я имею дар Я Люблю говорить Евангелие Людям Мне это просто нравится Люблю писать песни Для Господа И это все на своем месте И много провел Различных Ну Поучаствовал В различных христианских мероприятиях Раздавая Евангелие Показывая на картины На известные Там Рассказывая О Христе Принимая Разные Разные Участия Вот вроде Казалось бы Вот она Она и христианская жизнь Вот в принципе Ты самое главное Тебе надо быть в церкви По воскресеньям приходить Заниматься Какой-то церковной Деятельностью Но все мы знаем Что Вот помимо этой церковной Деятельности У нас есть еще Обыденная наша жизнь И когда у нас Возникают какие-то проблемы Мы бежим Ну мы помолимся Конечно Идем к пастору за советом А пастор не может Дать четкие правила Как тебе от этого выйти Из этого выйти Потому что Каждая жизнь Если брать полностью Библию Она индивидуальна Если ты Как говорят На Руси Назвался Груздем То тогда Полезай в лукошко То есть Если ты назвался Служителем Диаконом Или я не знаю Ты в коре поешь Или благотворителем Раздавателем Не знаю Но Бог вот именно Для тебя И подготовил Твою жизнь Твои испытания Посмотрите На всех героев веры Которые В Библии У них у всех Все разное И нет Ничего Одинакового И Но В чем Сама суть Бог хочет Чтобы когда он Погружает В эти испытания Человек Находился В нем Он бежал К нему Так устроено Божий замысел Я покаялся Я принял Крещение Я родился Свыше И столько Радости И столько Чудес Знаете Здесь может Они так сильно Не наблюдаются Но когда ты В колонии Там Каждая конфетка Чудо Конфетка Кто-то Дал Какую-то Ложку Жира Или еще Чего Это чудо Ты молишься И голодно И холодно А тут раз Тебе конфетку Господи И ты благодаришь И такой Радостный Радостный Всегда И удивляешься Удивляешься И удивляешься И вроде как бы Отец вообще Он всегда рядом 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 И только ты Завопил Он Опа рядом Он опять рядом И привычка И вот ты уже вышел И вот ты на свободе И потом Как бы отец Пропадает Из виду А вот тут уже Начинается Самостоятельная жизнь И он Знает Куда ты побежишь Когда тебе будет тяжело Он тебе показал Что он всегда рядом И апостол Павел Здесь показывает Что мы Так в жизни Заметьте Христиане Что мы Как бы Стараемся жить По-христиански А потом Смотрим На свою жизнь Сопоставляя С себя С чем? С законом Я вот тут Тут я закон нарушил Тут закон нарушил Приходит какое-то Отчаяние А у Бога Так устроено Он тебя погружает В обстоятельства Если ты Кто-то в нем Он тебя погружает В обстоятельства Ты расстраиваешься Что у тебя Что-то не получается И вновь Прибегаешь К нему Некоторые К сожалению От этих обстоятельств Обижаются На Бога Буквально Ну вот я На своих Примерах Полтора года Назад где-то Я Богу Просто стоял Встал в сарай Встаю Рыдаю И высказываю Все претензии По жизни И это тяжело Знаете Мы же как хотим Мы сильными Хотим быть Друг перед другом Мы уже привыкли Друг к другу Я 20 лет в церкви Я 30 Я 30 Вот поэтому Я уже сильный Такой Зачем мне Ну говорить О том Каких-то проблемах Я рыдал И вспоминал Полностью От рождения Говорю Вот ты меня родил И ты же знал Я в такой семье Родился И как мне плохо Такое тяжелое детство И юность И все прочее И со слезами Высказал А я высказал Отцу Все Теперь ты понял Что у тебя Против меня Никаких фактов Нету Вот я почему Такой Потому что Вот этот мой Прошлый образ жизни И там где я родился И вообще А потом Когда уже Знаете Ну У каждого есть отец Да И все мы Иногда Вот так С пеной У рта Было В детстве Что-то предъявляем А потом Отошли И все Я опять к отцу Отец объясняет Почему он тебе Не купил Какую-то игрушку Или почему он тебе Не дал что-то В свое время То когда ты Хотел И все И Господь показал Не важно Что уже было Все то Что я сделал Для тебя И даже Та семья Алкоголиков Которой ты Жил Это было Все тем Для того Чтобы я Потом Тебя взял Вот такого Грязного Ничтожного Вытащил И поднял Вверх Перед всеми И сказал Вот Помните В Коринфинах Павел Говорит о том Что Ничтожное Мира сего Он поднял Для того Чтобы посрамить Значащее А значащее Все смотрит И удивляется Как это Вот тот Забулдыга Что постоянно Сидел И под заборами Валялся Что это С ним произошло У него Сейчас все По другому Смотрите Он поле взял Вот смотрите Он каких-то там Животных разводит Он там посеялся Что это такое Происходит А это происходит Свидетельство Сам себе Бы я этого Сделать не смог Но Находясь в нем И Знаете Вот то Испытание Через которое Мы буквально Последние полгода Проходили Там Вплоть до полиции Всякие разные вещи Были И в семье Было Бог хочет Одного Чтобы ты Всегда Приходил К нему В нем В нем И еще раз В нем Не со своей Праведностью Я как-то думал Что праведность Знаете Как вы думаете Ну наверное Своя праведность Это когда ты думаешь Ну я вот такой-то А вот этот брат Или сестра Ну они поменьше Или я их просто Порежь там вижу Они вообще Как-то в собрании Нет Своя праведность Это то Что Тебе кажется Ты уже Нажил У тебя есть Такой Богатый Опыт И ты Как-то Ею можешь Ну Перед Богом Пройти и сказать Вот я уже Что-то в этой жизни Добился Я же в тебе Нахожусь А Господь Говорит Нет Не оправдаешься Только в нем Когда я пришел Покаялся И принял крещение Я пообещал Богу Жить Доброй совестью Мы же все обещали Жить доброй совестью Потом знаете Как приблизительно Я не говорю Это у всех Это я сейчас говорю За себя Как приблизительно Ну Все Хорошо Вот я с тобой прошел А теперь давай уже По серьезному Тебе надо расти Все мы знаем Что надо для роста Для роста надо испытания И ты начинаешь Сопротивляться И он тебе говорит Тебе сейчас надо Это пройти Тебе сейчас надо Это пройти А как это В Библии не сказано Вот Авраам Этого не проходил А где Ну Павел Да он вообще Без семьи был Где Где это взять Семейные Вообще Тут ничего не написано А у тебя Своя жизнь Тут написали То что ты не должен Делать в каких ситуациях Вот здесь написали У тебя есть Своя индивидуальная жизнь И жизнь в нем Во Христе И сейчас я тебя Опускаю В некоторые обстоятельства В которых ты Ничего не понимаешь Да И ты У тебя есть куча Старых рычагов На которые ты можешь Давить Знаете Мы иногда используем Рычаги давления А ты должен Повести себя Как христианин А не прошел Так я уже сколько Я три раза Уже спотыкнулся И не прошел И я А зачем ты Меня вообще Сюда выбрал К себе Как я могу Возвещать Вот это все Твой свет Как я могу Возвещать Когда я дома Не могу Возвещать Я дома Хожу Спотыкаюсь То через ребенка Спотыкнусь То через жену Понимаете О чем я говорю Как я могу Ты опять Ты опять у меня Ты опять на коленях Молодец А дальше А дальше читай И дальше учись И дальше иди И ожесточений было Очень много И охлаждений было Просто жить неохота Ты всегда задаешь себе вопрос Зачем тебе Зачем мне тогда такая жизнь Я хочу быть христианином Я хочу улыбаться Не только в церкви Я хочу улыбаться дома Жить радостно Духовно И чтобы вся моя семья Росла У меня не получается Не получается Так опять ко мне И опять ко мне И ты не понимаешь Этого процесса А почему к нему Я так приведу Жена говорит Олег Ты только что молился Ты уже это Уже сорвался Да Друзья Библия Это книга жизни Не книга жизни Которая имеет Жизнь вечную Она книга жизни Простых Грешных людей В которых были Такие обстоятельства До которых нам Иногда Далеко Но Господь это показал Что несмотря на все Ты смотри Что было с ними И потом я их Возвеличил Условия жизни Они очень просты В принципе Вы заключаете Договор С Богом О том Что будучи Испытаны Вы получите Венец Жизни Так написано В Писании Это Говорит Договор Скреплен Кровью Христа Со стороны Бога А чем Скреплен Вот с нашей Стороны Смотрите Какое Очень Жесткое Жесткое Скрепление Сына Своего Отдал Кровь Пролил За нас А что мы Ну а мы Грешные А что я могу Дать Господи Ну верою Тебе Служить буду Буду стараться Добрым сердцем Добрым поведением Что я могу Дать Если ты Меня Создал Я Ничего Не могу Дать А он За меня Уже Дал Он Уже Дал Я Говорит В нем Ты понял Я за тебя Дал Понял Я Тому Тому Не дал Тот Не хочет Тебе Дал Ничтожному Такому Понял Что я За тебя Дал Да Понял Принимай В нем Ходи В нем Цепляйся За него И Павел Говорит Я думаю А что Плакать Что Что Не Я Никогда Не Плакал Че Должен Плакать Я могу Еще Посражаться Павел Говорит Со Слезами Со Слезами А что Что Ты Такой Муж Сильный И Со Слезами Да Потому Что Он Знает Что Чтобы Ити И Находиться В нем Это Не Просто Улыбки В церкви Это Надо Пребывать В нем Надо Терпеть В нем И Несмотря На Все Свои Промахи Которые Были С Библейскими Героями Все Равно Ити К Нему Если Он Начал Доброе Дело То Он Доведет До Конца Потому Что Есть Печать Есть Кровь Пролитая Он Доведет Своё Дело До Конца Если Ты Будешь В Нем Ну Как Вот Я вам Говорю За свою Жизнь Что Зачастую Идут Просто Сопротивления Господь Тебя Подводит Говорит Вот Есть Ты Вот Твоя А я Не знаю Как В семье Жить А у Меня Образец Плохой Я Вообще Не Видел Модели Семьи Я Не Знаю Как Пятеро Детей Все Разные Последние Так Вообще Такое Чуде Что Я Не Видел Такого В жизни Я Не Знаю А Ты Должен Искать А Ты Ко Мне Приходил А Ты У Меня Советовался А Ты Опять Молчишь А Ты Еще Приди И Еще Приди И Несколько День За День Несколько Раз За День Приди И Поговори Со Мною И Откройся Ведь Я Так Все Устроил Все За Тебя Заплачено Все Тебе Уже Дано Разжевано Тебе Ко Мне Приди Находись Во Мне Вот Так Все Знают Что Такое Объятие Отца Когда Поругали Да Вот Поругали А Потом Надо Как-то Мир Восстанавливать Раз Объятие К Отцу И Все И Вот Этого Он Хочет А У Нас В Принципе По Другому Не Получается И Если Каждый Из Нас Постараюсь Я не Буду Все Ну Как бы Здесь По Стиху Перебирать Но Десятый Стих Говорит О том Чтобы Познать Его И силу Воскресения Его И участие В страданиях Его Сообразуясь Смертью Его Такие Ну Как будто Ты Просто Идентифицировал Себя Со Христом И Все Терпишь И Все Проходишь И Это Практическая Жизнь Бог Дал Священное Писание Бог Заключил С тобой Завет И Хочет Твоей Практической Жизни Знаете Помните В Посланиях К Иоанну Написано О том Что Если Мы Ходим Во свете Подобно Как И Он Во свете То И 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 Христа Омывает Нас От Сякого Греха Как Вы Думаете Каким Образом Это Происходит Христиане Должны Собираться Должны Собираться Просто Пообщаться Да Да Пообщаться И Чаю Попить Но Знаете Цель Христа Была Для Того Чтобы Христиане Исповедовались Еще Исповедовались В плане Говорили О своих Недостатках А то Мы Чем Взрослее Чем Больше В церкви Тем Мы Меньше Уже О них Говорим И Неохота Выносить Но Только Вот Так Омываются И Очищаются Грехи Когда Мы Искренно Идем И Признаемся Просто Разговариваем Выносим Свои Какие-то Жизненные Ситуации Потому Что Господь Хочет Чтоб Мы В нем Научились Он Этого Хочет Чтобы Мы Когда Даже К Богу Пришли Вы Могли Сказать Я Я Я В нем У меня Надежда Только на Него А что Я Я Старался Вот Вот Все Что Написали Я Я Старался Это Выносить Приходил По Сто Раз На День К Тебе Господи Ведь Одно Дело Когда Ты Сел В Машину Не Помолившись Поехал И Если Даже Что То С С Тобой Случилось Не Помолившись Поехал А Другое Дело Если Даже Случилось Ты Помолившись Поехал И У Тебя Полностью Упование На Бога Что Он Тебе Поведет Господи Да Я Помолился К Тебе И Где-то Я Даже В Дороге Нарушил Знак Или Что-то Но К Нему В Нем Поэтому Бог Призывает Нас Изучать Писание И Находиться Постоянно В Нем Больше Открываться Друг Перед Другом В Проступках Писание Так же Вообще Филиппийцы Много Такой Практической Жизни Христианина Пусть Нас Благословит Чтобы Мы Научились В Нем Находиться В Нем Искать Утешение Защиту Надежду И силу Для нашей Жизни Аминь Помолимся Дорогой Наш Небесный Отец Прости Боже За то Что я Часто Иду И Просто Надеюсь На свои Силы Где-то Ищу Своего Мало Думаю О тебе Что Ты Действительно Являешься Той защитой И опорой Той крепостью В которую Можно укрыться Что в тебе Вся И мудрость В тебе Полностью Все эти Жизненные Обстоятельства Которые Ты учишь В тебе Боже Будущность И в тебе Отец Жизнь вечная Господи Научи На практике Чтобы это не было Как-то Голословно Но На практике Жить Так Как хочешь Ты И Во всех Случаях Не ожесточаться И не Обижаться На тебя Но Опять Прибегать К тебе Осознавая Свою Беспомощность Свою Немощность Помоги Отец Благослови Так же Чтобы и Церковь Так же Взывала К тебе И обращалась К тебе Аминь Аминь